Это вечерние новости на RTN. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Мы продолжаем выпуск. Университеты США охватили пропалестинские протесты. Поступают сообщения об участившихся проявлениях антисемитизма и исламофобии. За минувшую ночь в кампусе Нью-Йоркского университета в ходе пропалестинских акций протеста были арестованы 133 человека. По данным департамента полиции Нью-Йорка, арестованным вручили повестки и отпустили. Протестное движение оказалось в центре внимания на прошлой неделе после того, как в кампус Колумбийского университета пришлось вызвать полицейских, арестовавших более сотни демонстрантов. Помимо Нью-Йоркского университета и Ельского университета. Протесты охватили Калифорнийский университет в Беркли, Массачусетский технологический институт, Мичиганский университет, Эмерсон колледж и университет Тафтса. Около 50 протестующих были арестованы в Ельском университете в Нью-Хейвене штат Коннектикут. Власти заявили, что там собрались сотни людей, многие из которых отказались покинуть здание. Протесты и жаркие споры о действиях Израиля в Газии и свободе слова охватили студенческие городки США после нападения Хамас на Израиль 7 октября. Студенты говорят, что с тех пор в США участились случаи антисемитизма и исламофобии. Отвечая на вопрос о митингах, президент Джо Байден сказал, что осуждает как антисемитские протесты, так и тех, кто не понимает, что происходит с палестинцами. Как показал недавний опрос Гэллоп, с момента начала нынешнего конфликта общественное мнение в США изменилось и большинство американцев теперь не одобряют действия Израиля в Газии. В Нью-Йорке призывают университет раскрыть информацию о своих финансах и пожертвованиях от производителей оружия и компаний, заинтересованных в израильской оккупации. Нью-Йоркский университет сообщил, что в основном лагере у здания бизнес-школы участвовали 50 человек. Руководство университета также высказало предположение, что на акцию пришли протестующие, не имеющие отношения к университету. В первый день еврейского праздника Песах руководство университета сообщило об инцидентах на почве антисемитизма. Уже далеко не первый такой случай. Конгрессвумен, демократ Кэти Мэнинг, посетившая Колумбийский университет в понедельник, сказала, что видела там демонстрантов, призывающих к уничтожению Израиля. Хасидская группа Ахаббат при Колумбийском университете заявила, что на еврейских студентов кричали и оскорбляли, а Равин при университете посоветовал студентам-евреям избегать кампуса, пока ситуация не исправится. Члены протестных групп, выступившие с публичными заявлениями, отрицают обвинения в антисемитизме и утверждают, что критикуют только израильское государство и его сторонников. Исследование Rustic Pathways выявило, что Нью-Йорк занимает первое место среди самых дорогих туристических направлений мира снова. Средняя стоимость ночлега в этом городе составляет 687 долларов на человек. Аналитики учитывали различные факторы, такие как стоимость отеля, трехразового питания и проезда на общественном транспорте. Стоимость алкоголя и чаевых оказались спорными показателями. Кроме Нью-Йорка, в десятку самых дорогих туристических направлений входят такие города, как Париж, Дубай, Лондон, Рим, Амстердам, Барселона, Токио, Мадрид и Берлин. В этом году завершается программа МТА, которая обеспечивала бесплатный проезд на одной линии в каждом из районов города. Окончание программы связано с невыделением финансирования властями штата. Ранее жители Нью-Йорка имели возможность бесплатно пользоваться такими маршрутами, как Q4 в Квинсе, B60 в Бруклине, М116 на Манхэттене, S46 и 96 на Стэттен-Айленде и BX18 в Бронксе. Планы по расширению программы до 15 автобусных маршрутов по всему городу были заторможены из-за необходимости выделения примерно 45 миллионов долларов на эту инициативу. Национальный украинский телемарафон, запущенный в начале полномасштабного вторжения России и ежедневно освещающий основные события, связанные с фронтом, обеспечивал беспрецедентный уровень контроля властей Украины над телевизионными новостями в прайм-тайм. К такому выводу пришел Госдепартамент США в своем отчете о нарушении прав человека. Госдеп отмечает, что телемарафон придерживается правительственной линии в освещении войны, а единая трансляция может в конечном счете облегчить государственный контроль над вещами. В отчете Госдепартамента также отмечается, что украинское правительство запретило, заблокировало или подвергло санкциям СМИ и отдельных журналистов, которых сочли угрозой национальной безопасности, а также тех, кто по мнению властей выражал позицию, подрывающую суверенитет и территориальную целостность Украины. Также Госдепартамент США обращает внимание, что некоторые из критиков правительства попали в черный список новостных программ, а журналисты-расследователи становились жертвами негативных компаний в соцсетях. Более того, некоторые украинские СМИ еще весной 2022 года сообщали, что их отстранили от выгодных контрактов на вещание и жаловались на давление со стороны офиса президента Украины. Телемарафон «Единые новости» был создан в 2022 году указом Владимира Зеленского. В его рамках шесть украинских каналов начали круглосуточное вещание, рассказывая о ходе российского вторжения. Телеканалы производили собственный контент, но координировались между собой. В январе 2024 года The New York Times опубликовал материал о работе национального телемарафона, в котором собеседники газеты называли его государственной пропагандой. Украинские социологи отмечали, что уровень доверия зрителей к телемарафону падает с начала 2023 года. В феврале результаты опросов впервые зафиксировали превышение числа тех, кто не доверяет марафону над количеством доверяющих. В апреле 2024 года в Верховной Раде Украины национальному телемарафону предрозили закрытие, если он не сменит формат. Глава правительственного комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин пояснил, что международная финансовая помощь Украине сокращается, а эффективность и необходимость телемарафона снизилась в сравнении с началом войны. Басманный суд Москвы санкционировал арест заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Замминистра будет находиться под стражей в СИЗО Лефортово как минимум до 23 июня. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет или многомиллионный штраф. Фабула дела пока не ясна, деталей не сообщало ни следствия, ни защита. В сообщении суда лишь отмечено, что взятка была получена при оказании услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны. Адвокат Иванова Денис Балуев сообщил СМИ противоречивую информацию. Агентству ТАСС он заявил, что в деле деньги как предмет взятки вообще не фигурируют и что вменяемая сумма свыше миллиона рублей. В беседе с коммерсант ФМ он сказал, что сумма фигурирует, но она весьма относительно и будет корректироваться. Издание «Важной истории» написало, что Иванова подозревают в госизмене, сославшись на два источника, близкие к ФСБ. Взятка это для публики. Пока говорить публично о госизмене не хотят. Большой скандал. Все-таки замминистра обороны, сказал один из собеседников издания. По словам второго источника, президент Владимир Путин дал команду после того, как удалось убедить, что речь идет именно о госизмене, а за коррупцию Иванова никто бы задерживать и не стал. Адвокат первого отдела Евгений Смирнов после выхода публикации отметил, что оперативной разработкой Иванова занимался департамент военной контрразведки, которому обычно не свойственно заниматься коррупционными вопросами. При этом адвокат Иванова Мурат Мусаев заявил, что никаких других обвинений, кроме объявленного обвинения во взятке, там нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о материале важных историй и предложил ориентироваться только на официальную информацию. Все эти рассуждения о госизмене не что иное, как спекуляции вокруг этого дела. Нужно ориентироваться на информацию от следственных органов и, конечно, в конечном итоге решение суда. Это цитата Пескова. На этом у меня все. Мы увидимся с вами завтра в программе Пульс Дня. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»